Дорогие друзья, как я поняла, если вы смотрите этот ролик, значит вы хотите успешно сдать ЕГЭ по обществу знанию. И не мудрено. Каждый год очень большое количество выпускников сдаёт наш экзамен. И у многих получаются очень хорошие результаты, а кто-то бывает расстроен. Вот для того, чтобы этого не произошло, я хочу поделиться с вами своей методикой подготовки к ЕГЭ. Её я изложила в книге «Тематический тренинг для подготовки к ЕГЭ». Что я хочу сказать? Конечно, для того, чтобы человек смог сдать экзамен на высокий балл, он должен не только хорошо владеть теоретическим материалом, но ещё и уметь выполнять разнообразные типы заданий. И вот наш тематический тренинг, он поможет вам справиться с этой серьёзной задачей. Книга включает в себя самые разнообразные блоки. Ну, прежде всего, она структурирована по основным разделам курса общества знания. Значит, каждый раздел курса общества знания соответствует одной из базовых ключевых обществоведческих наук. Это философия, социология, политология, экономика, правоведение и так далее. И каждый раздел, он у нас должен быть не только изучен, но ещё и на практике это знание должно быть закреплено и отработано. Поэтому каждый раздел у нас состоит из теоретического материала, который представлен и в форме текстов, где выделены главные, основные, ключевые обществоведческие понятия, которые нужно знать на зубок. Мы обращаем на них внимание. Далее, есть таблицы сравнительные, есть схемы, есть иллюстративные изображения. И всё это поможет усвоить материал должным образом. Ну, а для того, чтобы наше знание не было пустым и отвлечённым, необходимо отработать это всё на практике. И вот для отработки, учитывая опыт своей работы с детьми, я отобрала самые интересные задания. Они входят в формат ЕГЭ. И мы можем увидеть здесь задание на выбор правильного ответа. Вот всего здесь представлено пять вариантов, которые включают в себя задание первой части из контрольно-измерительных материалов ЕГЭ. Далее, отработав их на практике, вы перейдёте к работе с текстами. Тексты мы тоже подбирали с таким расчётом, чтобы они не только выполняли свою задачу, как текст для заданий, четырёх заданий, но ещё и расширяли ваш кругозор, чтобы вам было интересно, чтобы вы как бы пообщались с разными учёными, философами, социологами, экономистами и попытались понять их точку зрения. Далее я хотела обратить ваше внимание на то, что мы выделили те ключевые базовые понятия, которые вы должны знать очень хорошо на зубок. А вот посмотреть ответы на это задание вы сможете в теоретическом материале, обратившись к теоретическому материалу. Кроме того, мы подобрали интересные задания, задачи. Мы подобрали задания на иллюстрирование различных социальных явлений и процессов примерами. Кстати, я хочу сказать, что для многих детей в этом году выполнение задания 19 к тексту, в котором нужно было проиллюстрировать примерами мысли автора или те или иные социальные явления или процессы, ну, было достаточно сложным, и не все ученики, к сожалению, выполнили это задание в полной мере. Кроме того, у нас в этом году появилось задание 24-25, составное, о котором я позже буду говорить. И там тоже частью этого задания является иллюстрация примерами. Поэтому я отдельно выделила в качестве небольшого такого блока, состоящего из пяти заданий, это задание на иллюстрацию примерами. Продолжение следует...